В жизни мы больше привыкли делать работу над ошибками. Мы редко замечаем что-то хорошее. Хвалить как-то не принято с детства. Родители боятся, что могут разбаловать ребёнка и воспитывают его в строгости. Но я это не поддерживаю. Я всегда хвалю детей. И я с вами полностью согласна, Дмитрий Михайлович. Похвала – это волшебная вещь. Поговорим об этом подробнее с нашим экспертом, семейным психологом Екатериной Хромковой. Здравствуйте, Катя. Добрый день. Катя, почему так важно хвалить детей? Ребёнок, которого хвалят, знает, что его замечают, что его поддерживают, что за его деятельностью следят не со злым умыслом, а с желанием поддержать. И правильная похвала – это для ребёнка всегда знак родительской любви. Детство во многом определяет то, какими мы будем во взрослой жизни. Мы будем уверенными в себе или не будем уверенными в себе, будем ли мы счастливыми. Как в этом плане работает похвала? И можно ли сказать, что она способна оказать влияние на формирование нашей личности? Это безусловно. Дети, которые растут в атмосфере поддержки и похвалы за их деятельность, это дети, которые строят и могут строить более доброжелательные отношения с другими людьми. И такие дети более уверены в себе. Такие дети не жаждут постоянного одобрения от каких-то других людей, от учителей, от сверстников, даже от незнакомых людей. Они не склонны к чрезмерному перфекционизму и такой токсичной ответственности, когда они готовы ценой собственного здоровья или собственного благополучия сделать что-то, лишь бы только заслужить одобрение окружающих, которого им не доставало в детском возрасте. Ну и, соответственно, наоборот. Дети, которых не дохвалили, к сожалению, имеют все противоположные характеристики. Их самооценка, их уверенность в себе значительно ниже, чем у тех детей, которых хвалили. Как часто хвалит своих детей наша гостья? Сейчас узнаем. Выходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Марина, очень приятно. А сколько у вас детей, если не секрет? У меня одна доченька. Одна доченька. Возраст доченьки? 15 лет. А скажите, вы чаще ругаете ее или хвалите? А может быть, муж, наоборот, ее постоянно хвалит, а вы ее наказываете? Ну, я ее хвалю очень часто. Наверное, где-то может и перебор, поэтому мне бы хотелось понять, узнать, где эта грань. Я ее хвалю за то, что она помоет посуду, уберет в квартире. Обозначаю, какая она молодец. Вот столько счастья в ее глазах. Молодец, согласен. Катя, а вообще за что нужно хвалить ребенка? Нам нужно хвалить ребенка за усилия, а не за результат. То есть, если ребенок совершает какое-то действие, и это действие новое, это действие, это то, чего мы в нем не замечали никогда раньше, то этого уже достаточно. Почему? Потому что результаты мы можем ждать очень долго. Или результат может оказаться не таким, не в полном объеме, как нам хотелось бы. И что тогда, не хвалить ребенка? Нет, ни в коем случае нельзя. Это фундаментальное правило. А на него еще важно добавить несколько пунктов, которые тоже будут ориентиром для родителей. Вот главное поддержать вот это стремление, вот этот порыв у ребенка, правда? Конечно же. Давайте, Катя, рассмотрим как бы основные позиции. Вот обучение чему-то новому. Похвала. Например, он самостоятельно научился кататься на велосипеде. Похвала будет? А владение любым новым навыком в каком-то соответствующем возрасте, либо даже в возрасте, который предшествует возникновению какого-то навыка, это, безусловно, причина и повод для похвалы у ребенка. Но и помним, неважно какой результат. Если трехлетка берет шнурки, завязывает их, но у него не очень получается... Особенно если шнурки деда? Особенно если шнурки деда. Мы понимаем, что он не может это сделать очень хорошо. То есть результат не будет каким-то идеальным или сверхэффектным. Но само усилие – это то, что заслуживает самых добрых слов. Катя, а вот за какую такую настойчивость мы будем хвалить ребенка? Для многих детей характерно, и, к сожалению, не без помощи нас, родителей, что они боятся совершать ошибки. Потому что ребенок что-то делает, мы, к сожалению, склонны его одергивать. И говорит, давай мама поможет. Или, ну подожди, не туда ставишь. Или, ну вот как-то ребенок хочет помыть чашку, а где-то недомыл, где-то след остался и так далее. И родитель говорит, ну ты сделал не так. Так вот, с этой практикой важно покончить. Потому что настойчивость ребенка, его умение справляться с какой-то неудачей, его умение повторять дело, даже если у него не получилось первый раз, заслуживает гораздо большего одобрения, чем супер качественный результат. У взрослых существует такая, как бы, аксиома. Инициатива очень часто наказуема. А как быть с детьми? Вот они хотят проявить инициативу. Взяли краску, покрасили кошку. Как относиться к проявлению инициативы? Да, именно благодаря таким каким-то курьезным случаям, и благодаря случаям, когда детский эксперимент выходит за рамки понимания взрослых, именно мы, взрослые, приучаем к тому, что инициатива бывает наказуема. Не так, не туда, стой, не лезь и так далее и тому подобное. Я уверена, у каждого родителя есть целый список таких слов-стопов, которые останавливают ребенка. Однако, когда ребенок проявляет инициативу, именно в тот момент у него зарождается волевое усилие. То усилие, которое потом в будущем перерастет в волю, станет основой воли и будет ему помогать справляться с разными, даже сложными задачами. Поэтому не думайте, что его инициатива «давай я протру пыль на одной полке» это что-то минимальное. Нет, это достаточно для того, чтобы в будущем ваш ребенок стал, например, аккуратным и следил за собой сам. Мы все по-разному хвалим своих детей, но есть особые волшебные фразы, которые мы должны им говорить, чтобы сделать их умнее, добрее, сильнее, смелее и даже увереннее в себе. Вот, например, фраза «ты молодец». Молодец. Катя, это волшебная фраза? И чем она волшебна? Эта фраза является действительно жемчужиной, золотой фразой. Одной из самых любимых фраз, которые хотят слышать дети. Когда они чего-то достигли, когда они что-то попробовали, когда у них что-то получилось или они начали чему-то обучаться, это та фраза, которая является для ребенка самым лучшим мотиватором. Но одномоментно эта фраза может и быть негативной. Именно поэтому она является такой чудесной и волшебной. Потому что, к сожалению, некоторые родители используют эту фразу как формальную. Это самая простая фраза, которую можно сказать, чтобы сделать вид, что ты обратил внимание на ребенка, но на самом деле глубоко не вникать в суть вопроса. Так можно с иронией еще сказать. Ну ты молодец! Мамину вазу разбил! Да, эту фразу, к сожалению, некоторые родители могут использовать для того, чтобы формально откупиться от ребенка, сделав вид, что они ему заметили. Либо проиронизировать по поводу поведения ребенка, таким образом оказав парадоксальное воздействие. Ребенок слышит золотые слова, ты молодец, но по выражению лица родителей видит, что это совершенно не так. Поэтому этой фразой пользуйтесь, пожалуйста, очень аккуратно, если вы действительно верите в нее, если вы искренне это говорите. Следующая фраза. Хорошо получается. Казалось бы, два простых, обычных слова. А оказывается, они могут быть волшебными. Это просто эликсир для любого ребенка. Когда ему обозначают, посмотри, вот то, что ты делаешь, у тебя получается, это та мотивация, которая сподвигает его в этой деятельности совершать еще большее усилие. Мне нравится, что ты настойчивый. Таким образом мы подбадриваем ребенка, чтобы он старался еще больше. И в итоге у него однозначно все получится. Вот это стимуляция, да? Это стимуляция. И такая фраза очень хорошо работает, когда мы с вами встречаемся в деятельности ребенка с какой-то ошибкой, с какой-то неудачей. Когда мы видим, что ребенку, возможно, сложно, или он тревожится, может быть, буксует. Так, благодаря этой фразе мы даем ему дополнительный заряд. Мы как будто бы сдвигаем его с той точки, в которой ему стало немножечко сложно. И не забудем про очень важную фразу. Ты сам справился с акцентом на сам, особенно если это маленький ребенок, например. В том числе. Каждому ребенку, да, маленьким детям это нравится особенно, потому что для них слово сам само по себе является волшебным. Вспомните малышей, которые в два, в три, в четыре года... Я сам. Говорят, я сам. Поэтому, когда мы говорим, да, ты сам, у тебя у самого получилось, это для них вершина похвалы. Но и детям другого возраста это также важно, потому что любому ребенку нравится чувствовать результаты своей деятельности, нравится чувствовать себя успешным. И когда ребенок знает, что он сделал что-то сам, он получает вот этот вот успех в свои собственные руки. Хочется понять, где грань похвалить и перехвалить. Мы с вами выходим на очень тонкое поле, действительно очень деликатное. Когда мы хвалим ребенка, нам очень важен баланс, не вот это перехвалить или недохвалить, а нам важен баланс между тем, за что мы хвалим и соответствует ли наша похвала действию. И мы можем говорить хорошо, да, за какую-то обычную деятельность ребенка, за какую-то повседневную деятельность ребенка. То есть любые способы похвалы, все те фразы, которые мы с вами сегодня изучали. Однако если за какую-то простую деятельность, какую-то совершенно банальную, например, ребенок прочитал книгу, хотя он уже давным-давно умеет читать, и до этого уже прочитал книг 20, или подросток вымыл за собой хорошо чашку, да, то есть какое-то действие, которое не соответствует возрасту, является слишком простым, и никак не помогает ребенку почувствовать себя успешно, а мы превозносим его до облаков, то есть мы добавляем грандиозности, то такая похвала тоже не работает. Обесценивается. А когда мы скажем ребенку, что он выполнил работу идеально, в каких случаях это намного лучше, чем хорошо? Что значит идеально, а что такое эталон? Что значит помыть чашку не идеально, а что значит ее вымыть идеально? То есть, по сути, мы говорим пустое слово, в которое не несет для ребенка никакого смысла. Если мы хотим оценить работу, то помним, что нам нужно оценивать усилия, оценивать вклад, оценивать инициативу, а не уводить ребенка в какую-то грандиозную степень. А как тогда работает фраза «лучше не бывает»? Например, подросток помыл чашку, и мы говорим «ты помыл чашку так хорошо, что просто лучше не бывает». И еще добавим «идеально». Дети, которых воспитывают вот в такой превосходной степени, зовут их все время в идеализацию, зовут их в какую-то историю, где лучше не бывает, ты лучше других, и так далее, и тому подобное. Это те дети, которые оказываются в плену сравнения. Это те дети, которые перестают разбираться сами в себе. Они не знают, хорошо они сделали или плохо. Они не знают, умеют они что-то делать или нет. Они определяют себя только в том случае, если их назвали идеальными. К сожалению, это те, кто потом становится такими махровыми, даже токсичными перфекционистами. Я предлагаю вам три стоп-правила. Первое. Ребенка нельзя сравнивать. Поэтому «ты лучше или худше других» не работает. Второе. Ребенка нельзя обесценивать. Ты сделал недостаточно. Ты сделал не слишком-то хорошо. Ты мог бы и получше. Нет, ни в коем случае. И последнее стоп-правило. Нельзя идеализировать. Потому что как только мы идеализируем, мы лишаем ребенка права на ошибку. А путь детства – это путь экспериментов, проб, ошибок и каких-то новых приключений. Как только мы начали ребенка идеализировать, он уже никогда не научится ничему новому, потому что он всегда будет хотеть делать дело идеально сразу. Марина, что вы запомнили из сегодняшней нашей беседы? Понравилось ли? Узнали что-то новое? Ну, конечно, для себя отметила какие-то пунктики новые. Ну, я поняла, что я правильно себя веду. Я, скорее всего, все-таки в меру хвалю. И, ну, как говорила, что буду ее любить, люблю. Вот. Да, так и буду продолжать это делать. Вот это вот. Я ожидал этой фразы, которая «Я тебя люблю». Вы молодец! Спасибо. И как здорово, когда рядом есть профессионал, который все расставит на свои места. И мы от всей души благодарим нашего эксперта, семейного психолога Екатерину Хромкову. Берегите себя обязательно, приходите к нам еще. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.